София Максимова любит получать новые знания и пятерки в дневник. Сейчас школьница еще с большим удовольствием ходит на занятия. Причина на первый взгляд обычная. В ее классе установили умные саморегулирующиеся светильники. Мне комфортно с этим светом, потому что он не дает испортить зрение. И при нем прямо глазам приятно смотреть в тетрадку. В Пермской гимназии номер 33 Ростелеком запустил пилотный проект «Умный свет» в рамках программы «Умный город». Инновационная система реагирует на внешние факторы, определяет уровень общего освещения, а затем корректирует интенсивность работы светильников в классе. Задача проекта стояла сравнить текущие классы, их энергопотребление, уровень освещенности и нашу разработку по параметрам удобства для детей, по параметрам уровня освещенности, не перегружаются ли у них глаза, достаточно ли этого освещения. Ну и, естественно, ключевой параметром был энергоэффективность, экономия электричества. Система устроена так, чтобы школьники даже не замечали ее работы. На плавные изменения внешнего освещения светильники реагируют с интервалом в 30 секунд. При резких изменениях – от 1 до 10 секунд. «Умный свет» в силах сам контролировать уровень освещения в классе, что значительно экономит потребление электричества. За первую неделю работы система показала свою эффективность. В группе аудиторий на северной стороне экономия составила 68% и 98% на южной. Самостоятельно на основе датчиков реагируют и повышается освещенность в классе. Если время темное, то горят максимально все лампы. То есть суть этой системы в том, чтобы освещение всегда было на уровне нормы. Самым главным показателем эффективности системы освещения является, конечно, здоровье детей. Самое уязвимое место, наверное, сегодня у детей – это глаза, это зрение. Потому что все то, что он делает здесь в классе, конечно, он делает с напряжением зрения. Поэтому этот проект позволяет нам корректировать, по крайней мере, вот эту позицию. Кроме того, в пятых и десятых, одиннадцатых классах этой школы дан старт новому проекту «Электронные учебники». Учащиеся смогут пользоваться электронными книгами по русскому языку, биологии, истории, химии и математике. Доступны виртуальные учебники с любого смартфона, планшета или ноутбука. «Электронная база» полностью повторяет федеральный перечень учебной литературы и регулярно пополняется. Егор Тверетинов, Диана Морякова, Константин Старков, Ветта-24.